Друзья, всем снова привет из солнечного Вьетнама! Добро пожаловать в студию Аквадрим! За окном царит тишина и спокойствие, майские праздники, поэтому самое время насладиться этой тишиной и создать маленькую природу. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать вам, своим зрителям, огромное спасибо за более чем 1000 подписок на мой канал. Спасибо огромное за ваш интерес к природе, за ваш интерес к моему каналу, спасибо огромное за ваши комментарии с вопросами об аквариуме, я всегда рад на них ответить. Очень приятно видеть, что столько людей любят природу, столько людей хотят узнать больше о природе, создать свою маленькую природу у себя дома, понять, как природа работает, ее правила, ее законы. Поэтому давайте создавать маленькую природу у себя дома вместе. Посылаю вам свою любовь и благодарность, спасибо большое! Ну а сегодня новый проект, как всегда, моего любимого круглого аквариума. Но обещаю, что следующий проект будет прямоугольный аквариум, либо квадратный, я еще пока не решил. Но сегодня по-прежнему круглый аквариум. А почему я люблю круглые аквариумы? Потому что они низкобюджетные, вам не нужно тратить деньги на фильтрацию, вам не нужно тратить деньги на дорогой свет. Также вы используете маленькое количество ресурсов для создания скейпа в таком аквариуме. Ну и конечно же мне нравится сама округлая форма таких аквариумов. Наверное, мне такие аквариумы напоминают маленькую планету с жизнью внутри. Ну а сегодняшний скейп должен получиться очень красивым, потому что я купил очень классный кусок дерева, похож на пенек. Камни я буду использовать Фродо. Давайте посмотрим на аквариум поближе. Вот и наш аквариум, он 35 сантиметров. Свет с подставкой, как обычно. Точно такой же, как и для всех круглых аквариумов я использую. Он на 9 ватт, с большой подставкой под размер этого аквариума. Вот такой кусок дерева я купил. Посмотрите, какой красивый. Такой пенек с таким красивым рисунком. Устанавливать я его буду немножко на искус, вот так. И больше на заднюю часть, потому что переднюю часть я хочу засадить травкой везде. И задняя часть будет также с возвышенностью. И я посажу также травку, которая будет расти из-за пенька. Будет очень красиво смотреться. Этот скейп будет похож на стиль Ивагуми. Только в этот раз я не буду использовать Монте-Карло. Я буду засаживать все травкой вокруг. И я хочу засадить всю нижнюю часть нашего пенька буцефаландрой. Хочу в этот раз использовать ее много. Я купил три разных вида буцефаландры. Одна с продолговатыми листиками, другая с крупными листами. И третья мини буцефаландра с округлыми маленькими листиками, которая будет на верхней части. Вся крупная буцефаландра будет на нижней части. И также у меня есть мох, который я буду клеить на фродо-камни, которые я также установлю вокруг этого пенька. В общем-то и все. Скейп не сложный, но будет очень красиво. Давайте посмотрим на результат в конце. Смотрите видео до конца. Не пропустите ничего важного. Инструменты и ингредиенты все готовы. Клей, совочек, кисточки, пинцеты, ножницы, биогумус будем добавлять. Как всегда, речная галька для первого слоя. Если речной гальки у вас нет, можно также использовать лава-камень мелкий, либо керамзит мелкий. Тоже подойдет. Итак, удобрения для цветов добавим чуть-чуть, для лучшего роста растений. Мой аквариумный соил, кстати, в этот раз я купил местного производства. Мне он понравился тем, что он совсем мелкими фракциями, что как раз хорошо подходит для маленьких аквариумов. Поэтому я его взял. Посмотрим на его качество, посмотрим, как растения будут себя чувствовать. Итак, галька крупная и мелкая для декораций в конце. И, скорее всего, в этот раз я буду использовать песок, но пока я еще не решил. Скорее всего, буду использовать желтый. Только этого цвета у меня песок остался. Так, ну, сначала начнем делать основу, а потом уже решим, будем засыпать песок или нет. Итак, корягу я пока вытащу, чтобы нам засыпать гальку. Гальку я уже предварительно промыл под водопроводной водой. Больше я ее никак не обрабатываю. Начинаем засыпать. Гальки оказалось недостаточно. Я еще такую же миску, одну, сейчас промою и еще засыплю. Нам нужно поднять уровень немножко повыше. Теперь я сразу добавлю немножко удобрения для цветов, для питания нашей травки. Там, где коряга будет установлена, я не сыплю. Только в тех местах, где будут расти растения. Теперь я насыплю немножко субстрата аквариумного сояла. Итак, теперь начинаем устанавливать корягу. Я хочу сделать эффект углубления коряги, как будто она вросла в землю, будет торчать как пенек. То есть, вокруг я еще буду засыпать субстрата, чтобы максимально углубить корягу. Немножко вталкиваю ее в субстрат. Вот так, наискос я хочу ее... Да, самое то. Ну а теперь досыпем еще субстрата вокруг и будем устанавливать камни. Теперь насыпем немножко тонкий-тонкий слой биогумуса. Биогумус будет являться дополнительным питанием для наших ковровых растений, для нашей травки. Итак, теперь все это я засыплю желтым песком. Теперь я буду устанавливать камни и потом еще добавлю немножко песка, чтобы камни смотрелись углубленными в него. Мне нравится, как этот кусок дерева смотрится с этим песком. Как будто вымершее дерево в пустыне. Класс! Маме, место! Маме, место! Маме, место! Маме, место! Субтитры подогнал «Симон» Итак, вот она наша буцефаландра, три разных вида, вот такая с большими округлыми листиками, очень красивая, дальше вот такая мелкая на верхнюю часть, ой, не ошибся. Вот эта крупная с округлыми листиками, и вот эта мелкая с округлыми, на верх, которая пойдет. Вот такая буцефаландра с продолговатыми листиками. Два анубиаса посадим где-нибудь. И другие растения, которые я покажу вам позже. А сейчас давайте подготовим буцефаландру и анубиас к посадке. Итак, продаются они вот в таком виде, видите, вот с такой губкой, которую нужно будет очистить все корни. Ну вот буцефаландра легко чистится, в принципе, даже губка на ней не остается. Ее просто вот так вытаскиваешь. Вот, видите, продаются и в губке вот эти удобрения для цветов. Поэтому я также их использую в акваскейпинге, так как я заметил, что они кладут вот эти удобрения для цветов. Растения, чтобы у растений всегда был продажный вид, чтобы они цвели, были здоровыми и красивыми. Так что возьмите на заметку. Если губка не счищается хорошо, что я делаю? Я беру вот эти ножницы, немножко их вот так раздваиваю. Беру и счищаю аккуратненько, не повредив максимально корни. Счищаю эту губку с корней. Вот так, вот она, наша маленькая буцефаландра готова. Поехали. Теперь все остальные нужно почистить и подготовить. Продолжение следует... Наша буцефаландра и анубия готовы к посадке, но перед тем, как я начну их сажать, я все-таки приклею нашу корягу к камням. Потому что, несмотря на то, что эта коряга довольно тяжелая, что-то мне подсказывает, что она может всплыть. И если она всплывет, тогда вся работа на смарку. Чтобы этого избежать, лучше перестрахуемся. И я приклею сейчас ее к камням. Буцефаландру я буду клеить вот на такие мелкие лавокамушки коричневого цвета, под цвет нашей коряги и песка, чтобы не так сильно заметно их было. И устанавливать вместе уже с буцефаландрой будет очень удобно. Будем сажать ее там, где нам удобно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я очень доволен, очень классно. Далее, перед посадкой нашей травки и остальных растений, еще у меня маленькая есть крипто-каринка, мы ее куда-нибудь посадим. Перед тем, как я буду сажать, я совсем забыл про декорацию. Нужно задекорировать галькой вокруг камней и песок, чтобы смотрелось естественней и натуральней. Ну что, так смотрится намного лучше. Итак, наши ковровые растения готовы. Вот такая маленькая крипто-каринка также пойдет. Возможно, всю травку я использовать не буду. Я думаю, что ее слишком много. Но растений много не бывает. Поэтому я досажаю эту травку в другие свои аквариумы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, по-моему, получилось очень круто и красиво. Я очень доволен. У меня есть мох, я хотел его использовать. Но я думаю, что он будет лишним. Я думаю, что растений вполне достаточно. Все очень красиво и сбалансировано смотрится. Никаких дополнительных растений я думаю, что добавлять уже не буду. Остается залить аквариум водой и посмотреть на финальный результат через 2 дня, когда вода станет прозрачной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, добавляем бактерию и кондиционер для воды. Бактерии я добавлю в 2 раза больше, так как это новый аквариум. Итак, ну и первыми поселенцами в этом аквариуме, как всегда, будут улитки. У меня их 5 штучек обязательно самые лучшие помощники для чистки аквариума. Запускаем. Раз, два, три, четыре и пять. Ну что, финальный результат увидим через 2 дня. Я вернусь, когда вода будет кристально чистая. Посмотрим, как он будет выглядеть. Что, друзья, я очень доволен результатом. Получилось очень красиво. Я всегда хотел сделать аквариум, где очень много буцифаландры. И, по-моему, получилось очень круто. Вот эта буцифаландра мелкая на дереве. Она будет расти и стелиться по всему дереву. Будет очень красиво. Также травка будет пускать отростки и будет стелиться по всему дну аквариума. Сейчас вода немножко мутноватая, потому что аквариум новый. Но через 2 дня станет кристально чистой. И мне не терпится сделать финальное видео, чтобы вы увидели финальный результат. Как я ухаживаю за новым аквариумом, смотрите в описании под этим видео. Ну а если вам понравился этот скейп и это видео, если оно было полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И увидимся снова в новых проектах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok